Приветствую вас, друзья! Продолжаем госпиталь. На этот раз мы находимся с вами в верхних тормашках. И в этих самых верхних тормашках прилетел какой-то чувак, Арнольд Поппер. И вот этот Арнольд Поппер как раз-таки мелькал в прошлой части, и он прилетел на госпиталь, вот эти падла. Непонятно, где он взял на это деньги, но мы это обязательно сегодня выясним. Пошла тачалочка. Итак, давайте для начала построим регистратуру, потому что этот госпиталь прям вот располагает к такому, так сказать, произведению искусства. Можно это сделать вот таким вот образом, чтобы она была здесь у нас почти посередине. О, у меня что-то с симметрией. Ну, сейчас я все поправлю. Во, отлично. Значит, немножечко, конечно, огорчен я за ходом игры на канале, что-то прям вот никому особо не интересно, к сожалению. Ну, а че поделаешь? Такова, так сказать, жизнь современных игр. Если ее увели, если вы не в курсе, да, госпиталь сломали еще, там, хрен знает, сколько до релиза еще нужно было ждать. В общем, короче, сломали госпиталь и выложили, собственно, пиратскую версию. Я это дерьмо не одобряю. Вообще, вот, пираты странные товарищи. Ну, вот че вам стоит? Ну, подержите, господи, вы его хоть немножечко, чтобы у разработчиков, ну, так сказать, хоть продажи не обрушились. Они потом психанут, понимаете? Они ведь психанут и начнут эти игры выпускать только на консолях, понимаете? Вот в чем проблема. Нам ведь этого не хотелось бы. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Тут еще, понимаете, такая фишка, кстати, что у нас тут температура. Ну, ладно, мы это посмотрим. Тут еще, видите, в чем фишка. Я насчет ценника полностью согласен. Это, она, конечно, не 1400 рублей. Это вот прям вот железно. 800-700 потолок, но даже 1000 не стоит. Вот, без обид разработчики, но это объективно. Так, что можно тут еще замутить? Больше, наверное, ничего не надо. Принтер есть, и два этих, две этих штуки есть. Давайте наймем сюда пару администраторов. Вот этот мне нравится. И, подожди, мужик-администратор. Ну, такое все дело. Прости, друг, я тебя увольняю. Наверное, я немножечко сейчас денег просрал. Но вот у нас тут есть одна только женщина. Слушай, а можно тебя обратно нанять? Наверное, нельзя. Ну, ладно, значит, наймем вот второго мужика этого. А, это не мужик? Это не мужик, да? Шакира Котовник. Или мужик? Я не понимаю нихрена в них. Ну, пучок на башке. Ну, это вряд ли мужик, да? Сразу вспоминается Бригада 2. Ладно, в общем, что у нас тут? Однозвездочная. Сразу же задание, смотрите, идет к однозвездочной больнице. Нужно вылечить полтинник человек. Доля излеченных пациентов 60% требуется температурный комфорт 60%. Окей, значит, у нас тут все холодное, да? Ну-ка, подождите. Да, у нас тут все холодное. Вообще не вопрос. Кто-то мне говорил, что если... О, смотрите-ка. С контролом-то можно крутить. Спасибо, я вот криворукий, к сожалению, не знал про это. Ставим здесь батарейки. 200 баксов, блин, каждая батарея. Офигеть. Офигеть, как дорого. Здесь еще поставим одну. И вот тут. Ага, здесь слишком горячо уже, да? Вот это номер. Давайте отодвинем их тогда. Хочу, чтобы все было хорошо. Мне вот, честно, игра понравилась. Не знаю, что вот как-то ее не очень, так сказать, смотрят. Но это... Это нормально. К этому пора бы привыкать. Окей, значит, у нас есть регистратура. Теперь нам нужны кабинеты терапевтов, да? Давайте это сделаем. Врач общей практики у нас будет вот здесь, значит, сидеть. Один врач. И рядом с ним, наверное, может, второго будет поселить. Прямо вот под лицо с этой стенкой. Ну, не знаю, два врача вообще справятся. Есть смысл так заморачиваться. По идее, должны справиться. Можно даже третьего поставить напротив. Ладно, давайте. Значит, стол у тебя, дружище, будет где-то здесь. Я хочу рядом с ним книжный шкаф поставить. О, смотрите, весы. Можно сюда весы. Давайте. Антисептик для рук, конечно же, куда-нибудь вот сюда. И, наверное, нужен стеллаж. Да, стеллаж. Как вы помните, в прошлой части я нафармил кучу крутосов. И вот эту самую кучу я бы хотел сегодня, так сказать, реализовать. Давайте посмотрим, что мы можем. Шкафчик с лекарствами, конечно же. Давайте поставим это, допустим, вот сюда. Так, цветочек. Отъедь, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, что ты бесишь-то меня? Шкафчик с лекарствами. Гляньте. Это не он бесит меня. Это меня бесит антисептик, который вот сейчас передвинется. И вот так мы это сделаем. Отлично. Потрясающе. Лампу, конечно же, хочу. Посмотрите, как она офигенно смотрится. Это просто божественное дерьмо, вот честно. А если я ее вот... Ну, ведь она не мешает. Ну, ведь правда. Так хочу. Клево, а? Офигительно. Кофемашина. Ну, нет. Он настолько еще, конечно, у нас не работает. Скелет пособия. Почему бы и нет? Это можно поставить как-нибудь вот так. Это все помогает врачу определять диагноз. Ребята, это все не просто так. Анатомическую модель пока не будем. Шкафчик, коврик. Коврик это хорошо, кстати. Видите, картинки. Господи, сколько здесь всего? Доска объявлений. Вот это, кстати, интересная штука. Но, наверное, часы надо. Прямо над его столом вот так. Отлично. Первый кабинет готов. Да, я теперь буду уделять кабинетам больше внимания, чем раньше уделял. И мне бы хотелось сюда пару окон прикрутить. Потому что, ребята, вы мне писали в комментариях, что чем больше окон, тем, типа, дольше человек бодрствует здесь. Это очень странно на самом деле. Я такого вообще никак не мог ожидать. Ну, раз так, то окей. Просто реально странно смотрятся окна в больнице. Вот прям вообще. Давайте строить сразу второй врачебный кабинет. А или подождите. Не, давайте, да. Здесь два влезут, два не влезут. Тогда это будет один большой кабинет, где будет сидеть крутой доктор такой, знаете. Вот так он будет сидеть. Здесь. Значит, мы поставим ему сюда шкафчик с лекарствами, конечно же. Вот так вот. Лампу. Куда же без лампы, да? Вот так. Так. Или вообще лампа вот здесь будет клево смотреться, да. Височки. Кандалы до цепочки. Кстати, почему я мусорку не поставил? Потому что я забыл про нее совсем. Давайте куда-нибудь сюда ему мусорку вляпим. Давайте сюда, нормально будет. Сюда ему тоже поставим мусорку. Я хочу, чтобы у меня престижные были врачи. Быстро, так сказать, работали. И все бы у них было хорошо. Огнетушители поставим у входа сразу же, пока я не забыл. Я тут видел на стриме у разработчиков пожары. Я, честно говоря, просто охренел. Не думал, что здесь в этой игре есть пожары. Ну, раз есть, то круто же, да? Согласитесь. Так, батарею мы ставим рядом с окном. Так вот. Вот здесь не знаю, есть ли смысл здесь ставить большую батарею. Наверное, скорее есть, чем нет. Но, в общем, пускай будет. Кондиционер нам не потребуется. Стеллаж, само собой. Куда же без него? Вот сюда. И вообще, честно говоря, я бы сюда диван поставил. Вот, ребята, вот хотите верьте, хотите нет. Хочется мне сюда поставить диван. А дивана-то и нет. Вот есть обычный шкафчик. Можно его? О, вот он классно смотрится. Правда, не очень гармонично с остальной мебелью. Но вот диван здесь бы вообще вошел как надо. Анатомическая модель. Вот это, наверное, тоже полезно. О, выглядит, конечно, не очень. Но пусть она будет рядом со скелетом. Ну и, в принципе, все. Осталось только пару этих воткнуть сюда. Цветочков. Вот растения. Они, конечно, круче всех смотрятся. Вот сюда одно поставим. Может быть, сюда еще одно. И да и что, и сюда тогда тоже. Второй кабинет врача у нас готов. Это потрясающе. Я забыл про окна опять. Господи, дерьмо. Ну, блин, вообще нелогичная срань. Ну, почему здесь должны быть окна? Я не понимаю. Да фиг с ним. Давайте тут тоже тогда будет окно. Ну что, кто тут у нас есть? У нас есть психиатр, кстати, сразу же. Но это у нас не психиатр, а кабинеты. Так что давайте наймем вот одного такого. Одного такого вот сюда. А психиатру мы сейчас создадим отдельный кабинет. Наверное, в углу. А потому что нам еще, не забывайте, нужна аптека обязательно. Просто обязательно нужна аптека, которая, да, вообще сюда не влезает. Такой узкий коридор мне вообще не нравится. Так что отменяем эту сраную аптеку. Давайте попробуем ее разместить напротив. Да, вот такой коридор мне уже нравится. А в углу как раз у нас будет психолог. То есть психиатр, да. Тихо, стой. Да, все нормально. Что еще мы сюда? Шкафчик с лекарствами. Здесь будет клево смотреться. Раз уж у нас теперь такие штуки появились. Батарейку мы поставим вот сюда. Значит, растения, конечно же, нам нужны вот так вот сюда. Во все стороны. И, в принципе, наверное, можно обычный шкафчик поставить. Он, кстати, будет клево смотреться. Нет. Ну что за фигня? Так, ну-ка, постой тут пока. И не поставить, да, никуда? Ну-ка, стой тут. Во. Отлично встал мой шкафчик. И в угол можно даже урну запидорить. Урну ты где? Где-то я видел ведь тут ее. Вот такую. Чик. Отличный кабинет. Берем. Берем. Это мне очень нравится. Окей. Значит, сюда нам нужен, опять же, младший чувачок. Смотрите, тут у нас прям куча их. Ну, начнем мы с этого и, конечно же, наймем вот этого классного чувака, который будет его замещать, если что. И теперь строим, не кардиологию, вот психиатрия. Психиатрия, это будет весело. Значит, попробуем вот сюда поставить кресло. Вот эту штуку мы поставим как-нибудь вот так. Ширма для переодевания. А нахера здесь переодеваться вообще? Я что-то не очень понимаю. Не, ну ладно, давайте поставим. Лампу, конечно же. Лампа здесь офигительно смотрится. Не знаю, шкаф с лекарствами, наверное, не стоит сюда ставить. Вот обычный шкаф с бумагами-то ладно еще. Что еще можно сюда прикрутить? Ну, антисептик, окей. Батарею, само собой, куда-нибудь сюда. Ну и, в общем-то, наверное, больше ничего. Так, ну-ка давай в угол. Потому что здесь будет растение. И оно будет еще вот здесь. Супер. И сюда даже можно. Прекрасно. Отличный такой кабинетик у нас получился. Давайте еще окна ляпнем. Вот сюда хотя бы одно. О, да, ну в шкаф, конечно, окно ляпать такое себе удовольствие. Я психиатра-то нанял, нет? Нет, вот сейчас найму. Добро пожаловать. Развлекайся. Хорошо, у нас есть психиатрия, у нас есть терапевтия. Что еще нам может потребоваться? Нам обязательно нужна будет кардиология. Вот сюда я поставлю газетный киоск. Где-то тут был, в предметах, по-моему, эта штука находилась. У меня 60 крутосов всего осталось. Офигеть, вот я потратился. Так, часы, конечно же, поставим вот сюда. Не, подходит для этого кабинета, да? Ну, прикольно. Значит, это будут общие часы, не вопрос. Так, журнальная стойка может спокойно разместиться здесь. А рядом с ней мы поставим газетный киоск. Где он тут? Вперед-то у него. Вот так вот. Даже вот так немножечко. О, чуть-чуть криво. Люблю, когда чуть-чуть криво. Питьевой фонтанчик, который я назвал фонариком, мы можем расположить где-то рядом с регистратурой. Ну, как тебя тут получше вставить-то? Ну, давай так будешь стоять. Леденечки. Конечно же, куда же без них. Вот так. Стойка со всякой полезной билибердой. Вот здесь у нас будет стоять. Ну, и, конечно, какие-нибудь растения можно будет тут поставить. Вот здесь, например, одно. Чё ты не хочешь ставиться? Странно. Чё ты бесишь-то меня? Тут никто не ходит. Странно. Ну, ладно. Не хочешь, так не ставься. Никто ж тебя не принуждает. Вот сюда ещё поставим. Здесь хорошо будет, чтобы вообще было прекрасно. И вот сюда ещё можно ляпнуть. Окей. Чё у нас там по батареям, кстати? Давайте посмотрим. Батареи вы где? Ага, батареи выше. Ну, ладно. Здесь ещё куча всякого дерьма. Даже телефоны есть. Это клёво. Можно доску объявлений сразу же открыть и повесить куда-нибудь рядом со входом. Ну, вот здесь, допустим, пусть висит. Ну, и, в принципе, можно начинать строить другие кабинеты. Да, другие кабинеты. Сейчас будем смотреть, какие нам потребуются. Кардиология, само собой, нам нужна. Общая диагностика и кардиология. Вот так, куда бы вас ляпнуть. Допустим, общую диагностику можно поставить здесь. И рядом как раз кардиология влезает. Отлично. Так, ставим сюда эту штуку. Ставим вот как-нибудь вот так здесь стол. Шкафчик со всякими хреновинками очень важными. Это сюда можно воткнуть. Это я уже поставил в лебисы. Конечно, я что-то всё время про весы забываю. А давайте их вот так поставим. Почему бы нет? Это будет прикольно. Мусор, мусор, мусор в угол, антисептик рядом с дверью, батарейку к окну. Ну, значит, растение у нас будет здесь. Растение у нас будет ещё вот здесь, наверное. Скелетопособие здесь нужно? Наверное, нужно. Ну, потому что это же всё-таки диагностика. Вот сюда его, к стеночке. И шкафчик можно будет поставить куда-то вот сюда. Ты встанешь сюда? Во, отлично. Я знал, что ты сюда встанешь. А плакаты ХЗ куда можно поставить? Эту штуку мы передвинем вот сюда. И, в принципе, кабинет у нас готов. Осталось только окна прикрутить. Но я не знаю, если они действительно помогают, то почему-нибудь нет. Пусть висят. Ну, что-то мне подсказывает, что они хрен там помогают. Обалденно. Нанимаем сюда младшего медработника. Добро пожаловать, дружок. И теперь нам требуется кабинет. Давайте я нажму на play. Или не будем нажимать на play? Да пусть будет play. Почему бы нет? Кардиологию строим вот здесь. Дверца. Беговая дорожка. Что нам ещё нужно? Нужно стенный монитор вот сюда можно повесить. Ну и пошли вот та же самая фиговина, которую мы ставили во всех остальных местах. Не знаю, как окно. Эта штука не очень хорошо смотрится. Давайте сюда поставим турничок. Прям не хочешь, да? И даже с control. Ну, хорошо. Височки! Ну, давай сюда пофигу. Я понял. Вот так нормально. Антисептик. Я не знаю, нужен ли он им тут вообще. Ну, пусть стоит. Почему бы нет? Батарейку поставим рядом со входом. И, наверное, пару цветочков куда-нибудь вот сюда по углам. И нормально будет. Отлично. Есть кардиология. Кто тебе тут нужен-то? Забыл посмотреть. Что-то я младший медработник. Есть кто-нибудь из младших-то? Вот есть один. Но он, по-моему, в кардиологии нихрена не смыслит. Ну, мы его сюда, конечно, поставим. Надеюсь, он меня не подведёт. Так, что у нас тут с персоналом? Пока никто никуда не пришёл. О, чё это у тебя? А, это переломные кости там. Точно-точно. Давайте посмотрим. Есть вот такая вот у нас комната. Переломная называется. Сейчас мы её прикрутим. Ну, вот такого примерно размера нам требуется переломная. Здесь также, смотрите, есть чувак, который будет сидеть и давать... О, какая штука интересная. Обалдеть. Не, ну, давайте поставим... Господи, боже мой. Срань господня. Ого. Я такого не ожидал. Ну, ладно, давайте сюда поставим. А, то есть она не на одного даже, да? Я вас понял, я вас понял. Давайте продлим немножечко. Вот эту штуку мы поставим вот так. И, собственно, переломная. Кровать для вытяжки. Давайте две поставим. Больше вроде бы ничего не надо. Вот есть прикроватные столики, которые никуда не влезают. Вот настенный монитор один. Сюда, допустим. Шкафчик с лекарствами. Пусть будет здесь. Весы поставим тоже сюда. Антисептик. Это вот, наверное, здесь будет нормально смотреться. Что-то не влезает. Вообще никаким образом. Ну, вот тут пофигу. Выдю, конечно же, батарею. Жалко, у меня пока нет маленькой батареи. Но вот сюда нормально влезет большая. И вот сюда в угол тоже. Помимо этого нам обязательно потребуются цветочечки. Я надеюсь, он не завянет от жара. Потому что жар же, вы же понимаете, для цветов губителен. А кто у нас тут должен работать, интересно? Сейчас посмотрим. Да тихо ты. Младший медработник, да? Я понял. Вот он уже пошел. Это который в кардиологии сидит. Ну, то есть у нас пока с персоналом более-менее нормально. Было бы еще неплохо здесь окна поставить. Ну, учитывая, что у нас игра ржачная, почему бы не поставить? Пусть все смотрят, как вот тут людишки с переломами лежат. Ну, чисто поржать. Чувак тебя не выкинул, надеюсь. О, еще одного на вертолете привезли. Ага, у нас еще и в палату хочет. Вот это прикол. Ну, блин. Вот где мне взять столько места, товарищи? Ну, вот что вы начинаете? Нет, такой переход мне вообще не нравится. Я, в принципе, всю... Весь мой первый корпус занял. Это печально. Потому что мне надо строить уже второй. Ближайшее место для него это вот это, да? Берем. Здесь у нас будет стационар. И давайте пока он там строится. Сколько ты будешь строиться, дружок, пирожок? 14 дней. Наверное, ты не успеешь, чувак. Но если успеешь, будет клево. Я пока поставлю скамеечки, потому что люди-то стоят. Они же ждут. Пусть вот сидят хотя бы. Сюда скамеечку. И понятное дело, что здесь они у нас должны быть. Вот так. Все-таки у нас врачи общей практики. Там вся фигня. Напиточки, наверное, поставим им сюда. Энергетички. Легкие закуски. Можно у психиатра поставить. Пусть они хоть чуть-чуть пожрут. А то они там все психопаты же. Ну и пока, наверное, все. Ладненько. 40 у этого чувака осталось. Больница наша уже достраивается. Сколько там? Три дня. Нормально, успеваем. Успеваем, успеваем. Сейчас будем строить палату. Да, давай достраивайся уже. Вообще, это прикольно было бы, если бы можно было начинать с абсолютного нуля, чтобы там мало этих самых, мало человечков к нам ходило. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я надеюсь. Давайте построим вот такую вот большую палату. Значит, регистратура или регистратура-образная штука у нас будет как-нибудь. Я не знаю. Ну, давайте так поставим. Передевалка, понятное дело, нужна. Вот такая. И палатки. Раз, два, третья влезет. Влезет. Почему бы не влезть ей? И вот тут то же самое. Значит, нам потребуется обязательно, ну, не знаю, весы, конечно, такое себе здесь. Вообще, они не ставят. Среди никто же не ходит. Антисептик воткнется. Да, только посередине. Ладно, батарея нам здесь нужна. Это прямо обязательно. Вот здесь одна. И, допустим, вот здесь вторая. Что еще здесь может потребоваться? Растения, само собой. Но, к сожалению, их, наверное, некуда ставить. Да. Так что не хватает средств. Ребята, кажется, у меня проблемы с баблом. Еще пять тысяч нужно. Требуется палата, требуется палата. Открыто новое заболевание. И переломный момент. Ну, сейчас ждем пять тысяч и строим палату. Ждите, ребята. Ща будет вам палата. Вот чувак не дождется, к сожалению. Я не хочу брать кредиты. Я принципиально вообще в экономических стратегиях не хочу теперь брать кредиты. Я не знаю, нормально ли это или нет. Что вы там делаете с ним? Пациент не хочет больше ждать приема в помещении палата. В гневе покидает больницу. Ну, к сожалению. Да, вот он расстроился немного. Надо было всего четыре тысячи подождать. Дружок-пирожок. Давай. Денежки придите ко мне. Во, семнадцать тысяч строим. И нам сюда нужен младший медработник. Вот, как раз палатный. Две тысячи стоит. Да что ж такое-то. С деньгами вообще жопа какая-то. Во. Не успел я немножечко. Мы в минусе. Ага, чувак говорит, что ему холодно. Ну, ждите, ребята. Ждите, я скоро вам сделаю нормальное отопление. Не переживайте. Будет комфорт и вся фигня. Направляется в регистратуру. А что с тобой случилось? Непонятно. Непонятно, что с ним случилось. Но у нас там кто-то помогает им уже в палате. Так что нормально. Народу-то, кстати, уже немало у нас. Вот чувак продиагностировался. Получил девяносто один процент диагноза. Что говорит о том, что хорошие врачи. Ну, а еще один в очереди, да? Ну, вот к этому пошел. Черт, кажется, я накосячил это с расположением. Прости, друг. Ща, я все поправлю. Да, поправишь тут, твою мать. Лампочку перенесем. И вот как-нибудь вот так поставим. И лампочку можно мне вернуть на базу. Ну, отлично. Ты блочишь, да? Прям вот блочишь. А тут? Ну, в угол, блин, я не люблю ставить. Ну, ладно, пусть в углу стоит. Пофигу. Главное, что работает. Так, что у нас тут происходит? Врач свалил, потому что он устал. У нас нет еще комнаты отдыха. В общем, короче, по баблу все плохо. Надо нанять младшего этого помощника, медработника. И также мне потребуется еще построить комнату отдыха. И, честно говоря, комнату отдыха, походу, придется строить в этом крыле. Потому что больше места у меня особо нету для нее. Да, и с температурой у нас проблема. Еще и минус 7 тысяч баксов. Обалденно. Ну-ка посмотрим, как у меня тут идут дела по температуре. Где батарейка-то? Батарея может просто на нее навести? Показывай. Ага, вот здесь холодно. Я понял. Сейчас будет вам там батарея. И батальон, и батарея. Все там у вас будет. Так, понятное дело, что сюда она нужна. Потому что недостаточно средств. Я ее не очень могу построить. Ну, ладно, сейчас будут средства. Прикрутим. А то у психов все очень холодное. Не хотелось бы, чтобы они там замерзли. Или получили себе дополнительные болезни. Здесь сюда еще, кстати, нужен администратор. Но, учитывая, что сюда никто не идет, можно и не нанимать особо пока. Народу все равно в больнице немного. Так что не проблема. Наконец-то первые денежки ко мне пришли. Чувак у тебя на башке кастрюль. Ну, я надеюсь, что он знает об этом. Батарейка, придись к нам. Давай вот здесь мы тебя поставим. Теперь у вас будет тепло и хорошо. Так, ну что. Надо строить комнату отдыха. А на комнату отдыха нету переломная. В общем, какое-то новое запалевание, которое лечится в переломной. Народ здесь чинят. Это хорошо. Мы хоть с этого бабло какое-то получаем. Кардиология у нас в полной жопе. И общая диагностика также в заднице. И, может быть, знаете, наверное, я совершил ошибку. Потому что надо было сразу включать игру. И, собственно, смотреть, кому что надо. И по мере необходимости строить кабинеты. И мне кажется, что это нормально. Потому что то, что я сейчас сделал, это не очень нормально. Санитарчика одного наймем. Потому что нам надо и приборчики улучшать. И, собственно, этим очисткой тут заниматься. Смотрите, какой срач в кабинете у самого крутого нашего терапевтика. Давайте вот здесь вот скажем ей, чтобы она увеличила. Ага, еще 10 тысяч долларов. Да, мы пока не можем себе позволить такую роскошь. И мне кажется, здесь нужны батареи. Да, прям нужны-нужны. Ну, давайте поставим одну здесь. Поставим ее, когда будут средства. Пока я в диком минусе. Что ты хочешь? Срок исполнения 180 дней. Награда плюс 25 процентов. Настроение 10 крутосов. Повысить уровень кабинета комнаты отдыха до четвертого. Не вопрос, как только будет комната отдыха, мы ее обязательно повысим. Пока у меня больничка в минусе. Может, я слишком сильно разошелся? Ну, сейчас посмотрим. Потому что у меня вот что-то здесь нормально народу. А вот один всего. Кастрюльный парень вообще не может вылечиться. Потому что холодно тебе. Здесь вообще нет батареи. Ну, прости. А я, кстати, да, сюда поставил. Там тепло в кабинете. Вот еще какая приколюха с температурой. Тут надо разбираться. Это мне нравится. Это клево. Ну, сейчас из минуса выползим потихонечку. Потому что сейчас вообще ничем не могу помочь кастрюльникам. Мне даже и нечего им предложить-то, понимаете? Вот кастрюльная стоит 20 тысяч баксов. А это много-много. Но перед тем, как мы ее построим, нам потребуется обязательно комната отдыха. Вообще без нее не вариант. Вот просто не вариант. Построю я ее где-то вот тут. Блин, тогда... Смотрите, она какая маленькая может быть. Не, ну лучше ее сделать большой, чтобы... Раз уже начали так делать, то пусть так и будет. Ставим сюда диванчик. Турничок. Серьезно. Ну, типа, пусть разбираются. Развлекаются, вернее. Кресло поставим рядом. Урночку. Ну и цветочки. Там, не знаю, антисептик. Наверное, здесь нафиг не упал. А вот батарея-то точно упала. Даже две. Питьевой фонтанчик. Кажется, у нас, твою мать, что трясется. Воу-воу-воу. Это что такое за дерьмо? С потолка валится дерьмо. Какой-то бетончик, да? Это же бетон, лампа упала. Офигеть. У нас тут еще и землетрясение. Вот это прикол. Что случилось? Нет. Лаборатория деколь... Да, я знаю, что она нужна. Кастрюли у нас тут есть. С кастрюлями надо бороться. Ну, ждите, пока не могу вам предложить ничего, никакого решения. Потому что я занимаюсь комнатой отдыха для моего персонала. Важнее только что-нибудь другое. Средств нету. Ну, зато хоть прибыль 5000 баксов. То есть я не особо в минус ухожу. В общем, да. Больничка-то такая прям непростая попалась. В следующий раз будем работать чуть-чуть по другой схеме. В следующий раз я буду создавать один кабинет. И оттуда уже будем плясать. Потому что у меня вот, видите, два. В принципе, очередей нет. То есть теоретически у меня один доктор бы спокойно справился с его задачами. Да, я думаю, что это нормальная тема. Ну что, на шкафчик наковыряете денег-то? Сейчас шкаф поставлю, и, в принципе, комната отдыха будет готова. 4500. Надо побыстрее это все. Что бы происходило. Отлично, шкафчик есть. И нам нужно сколько средств? 7800. Ладно, ща подождем. Ща подождем. Готово. Комната отдыха. Развлекайтесь. Правда, у нее уровень 3, а нужен уровень 4. Ну, не знаю. Там за 10-то крутосов жопу рвать и перестраивать комнату. И так без денег, наверное, есть смысл подождать. А вот с кастрюлями смысла ждать я особо не вижу. Потому что кастрюльников у нас прилично. Вон, видите, уже два ждут. И нам срочно нужен кабинет с кастрюля отделения. Вот 20 тысяч баксов. Давайте поставим на паузу, пока деньги не ушли. И построим его где-нибудь. Почему бы, кстати, здесь его не построить? Потому что он перекроет нахрен вход. Да, логичное замечание. Итак, кабинеты. У меня еще учебный класс. В общем, короче, у нас тут очень маленькие корпуса. Поэтому придется строить... Ну, блин, нет. Наверное, это бессмысленно. Да, вообще-то нет, не бессмысленно. Дверца у нас будет очень большой такой кабинет. Который мы потом улучшим, само собой. Я знаю, что я немножечко охренел с размерами. Но, поверьте, это того стоит. Ну, поверьте мне, потому что я сам еще не знаю. Да, как-то так. Так, сюда цветочек. Скелетика мы сюда повесим, чтобы знали, откуда мы башку будем откручивать. Анатомическая модель тут нафиг не нужна. Шкафчик по-любому нужен. Плакат «Пищевая пирамида» не стоит. А вот сертификат повесим. Доску объявлений не нужно. Рисунки можно здесь ляпнуть. Часики, само собой, вот сюда на стенку. И, в принципе, больше у меня ничего нет особо, да? Да, больше ничего нет. Так что строим. И пусть радуются мои людишки. У которых, кстати, нету даже лавки здесь. Да, вот со скамейками вообще беда. Поставим сюда две штуки. Серебряную поставим вот сюда. Хотя, мне кажется, вряд ли здесь будет очередь. И одну скамейку вот сюда. Помимо всего этого безобразия, нам здесь требуется куча батарей. Потому что, видите, какой здесь дубочина. Так что ставим батарею здесь. Батарею здесь. Я буду отапливать с одной стороны. Батарею здесь. Вот, все, в принципе, все тепло. И, ну, здесь прохладненько. Ну, нормально, пойдет. С этой стороны я вообще не хочу пока отапливать. Потому что, вероятнее всего, там вообще ничего не будет. А вот то, что будет, мне нужен санитар. Обязательно еще один. Потому что, вот смотрите, сколько тут бетона навалилось после всех этих землетрясений. И это нужно исправлять. И кто-то помер. Ну, ему пилюлю не ту дали. Это нормально. Мы к этому готовились, скажем так. Ну, что, ребята. Я думаю, что продолжать будем уже в следующей серии. Напишите обязательно, вообще, как вам игра. Почему думаете, что ее не смотрят. Потому что, даже если сравнивать с National Machine. А National Machine это индюшка, которая, ну, очень сырая. Ну, в общем, короче, по сравнению с ней, госпиталь прям вот не очень-то интересен людям. Ликантропия, аптека нужна. Так аптека у нас есть. Кажется, я от двух повысил зря. Вот, короче, такие пироги, господа. Кастрюлька тебя вылечит вот в этом кабинете. Спасибо, что смотрели. Услышимся уже в следующей части. Прохождение тупого госпиталя, да? Как вы написали. Это был Эпак. По кузичке.